Сколько воды можно поднять из колодца глубиной 36 метров в течение 1 часа, если мощность электродвигателя насоса равна 4,9 кВт, КПД установки равна 70%. Глубина колодца равна 36 метров. Время равна 1 час. Мощность электродвигателя М равна 4,9 кВт и КПД установки равна 70%. Спрашивается, сколько воды можно поднять? Сразу определяем, что подъем воды – это будет полезная работа с глубины 36 метров на высоту. А полезная сразу можно записать. Будет равна МГАШ. Ну а затраченная – это работа двигателя в течение 1 часа. А затраченная можно написать равна. Мощность двигателя умножить на 3. Мы еще знаем о том, что коэффициент полезного действия установки равен на А. А полезная – на затраченное. Можно так написать, что это равно А. А полезная – разделить на А затраченное. Либо равно МГАШ делить на НТ. В данном случае здесь все параметры известны. Нам нужно определить массу. Сюда масса равна. Взабождаем все знаменатель. Н затраченное на НТ делить на ГАШ. В трубе это Н умножить на Т делить на ГАШ. Все мы получили выражение, которое нужно посчитать. Аккуратно перевести процент полезного действия из процентов на числовое значение. Киловатт перевести на джоури за секунды. Часы перевести на секунды. Итак, мы тогда получим значение массы, которую мы поднимаем в воды. Это в килограмм. Запишем М будет равно большой дроби. Итак, это у нас равно 70%. Сразу запишем 0,7. Число. Это 4,9 киловатта. 4,9 ватта умножить на 10,3. А ватт – это джоури за секунду. Итак, можем записать умножить на 4,9 на 10,3 ватта. А ватт – это джоуль. За секунду в секунду уйдет сразу знаменатель. Время Т – это 1 час. Это сколько в секундах умножить на 3600 секунд. Знаменатель Ж – 9,8 метров за секунду в квадрате. И умножить на сколько? На высоту. Аж 36 метров. Мы должны получить здесь килограмм. Давайте посмотрим, что здесь можно сократить, о чем можно уйти. Так будет равно. Надо величины метра, секунды, метры. А нам нужно получить килограмм. Кое-что мы можем здесь сразу определить. Смотрите, мы можем вот это 36 сократить с этим 36. Тут будет единичка. Тут будет 100. Пока перепишем это все для того, чтобы ничего не меняя, изменить и получить значение в килограмм. Так, равно 0,7 на 4,9. У нас просится прямо сократить. Но пока не будем сокращать. Множить на 10,3. Что такое джоуль? Джоуль – это ньютон на метр. А что такое ньютон? Ньютон на килограмм умножить на метр и на секунду в квадрате. Это мы, вот это секунду в квадрате. Вот здесь получили ньютоны. Уложить еще на что? Джоуль – это же ньютон на метр. Килограмм на метр на секунду в квадрате. Это у нас ньютон. И джоуль – это ньютон на метр. Еще умножить на метр. И умножить на 3600 секунд. Это мы разобрались с числителем. Джоуль перевели. Вот килограмм на метр, на метр и на секунду в квадрате. Теперь знаменатель. В знаменателе, вот смотрите, секунды есть еще. Это все будем умножать. 9,8 метра за секунду в квадрате умножить на 36 метров. Смотрите, вот эти секунды в квадрате, эти секунды в квадрате можно сократить. Мы их сократили. Теперь вот эту секунду и с этой секунды тоже можно сократить. Дальше что у нас получается? Смотрите, метры, метры и тут тоже метры, метры. Вот мы вот эти все метры дружно сократили. Что у нас осталось? У нас остались килограммы. Все остальное в числах остались килограммы. равно 0,7, умножим на 4,9, на 10 третий килограмм и умножим на 36 в 0. Вот мы разобрались со всеми размерностями. Итак, внизу останется 9,8 и умножить на 36. Здесь можно сокращать, это можно сократить 36, это можно с двойки сократить и так далее. Давайте посчитаем сразу все. Получается 0,35 умножить на 10 в пятой килограмм. Или можно написать, что m равно 0,35 на 10 в пятой килограмм равно 35 на 10 в третий килограмм, либо равно 35 тонн, потому что 1000 килограмм это 1 тонн, 35 тонн. Еще раз напоминаю о том, что очень аккуратно нужно обращаться с этими размерностями, которые есть для того, чтобы, видите, здесь не было килограммы, это килограммы получили из того, как раскрыли джоули, вот килограмм на метр. Но все это надо было аккуратно сократить, чтобы больше ничего не мешало. Все аккуратно сократилось и остались одни килограммы. Клограммы потом превратили в тонны уже окончательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok